Итак, доброе утро, мои хорошие! Может быть, у вас и добрый день. Сегодня я буду снимать для вас новый влог и, скорее всего, опять дома, потому что на улице просто ужасная погода. Такой ветер, даже на улицу выходить не хочется, хотя я выходила, кстати. Я сегодня шла в банк, потому что папе нужно было отправить деньги, ну, в общем, какие-то такие домашние моменты. А сейчас я буду делать порядок в своей комнате, я буду готовиться к видео, и всё это я хочу заснять для вас. Я снимаю как раз-таки на свой новенький iPhone 11. Это как раз-таки будет и вам примером, хотите ли вы такой телефон для, например, съёмок влогов и так далее. Что касается меня, я могу сказать, что это не вау, но это неплохо. Очень хорошая стабилизация, все говорили про хорошую стабилизацию в Инстаграме. Как это объяснить? Вот, например, вы с Samsung снимаете, например, вот эту часть квартиры, резко переходите на эту часть, да, и у вас такая расплывчатая картинка. А здесь такого нету. Все говорили, что даже в седьмом iPhone, то есть стабилизация на высшем уровне, я не знаю, они, может, договариваются с Инстаграмом, но я в этом плане в восторге. Работает очень быстро, есть плюсы и минусы. Даже, думаю, может быть, заснять вам отдельное видео. Я просто к сегодняшнему видео хочу сделать кудряшки, но правда на видео всё равно это будет совершенно незаметно. В последнее время я с такого ракурса снимаю, что вообще ни прическу, ничего не видно, но всё равно я ещё буду сегодня снимать для вас видео, сколько денег я трачу за неделю. Я думала, что все будут так ждать это видео, я уже, наверное, раз в три видео говорила, что я снимаю его. Но что-то никто не спрашивает, ну как это видео, когда оно выйдет, не знаю, будет ли вам интересно или нет, но так как очень много сил уже вложено в это видео, то обратного пути нет, поэтому я буду выкладывать. Ну всё, я села делать себе кудри. Освещение не самое лучшее, но не беда. Не беда, так тоже пойдёт. Вечно у меня пробор какой-то неровный. Вчера я помыла голову, точнее искупалась и легла спать. И, ребята, никогда так не делайте, потому что вот такой вот шухер получается на голове. Вот. У меня сами по себе волосы, они прямые и даже не нуждаются в укладке, но когда я ложусь спать с мокрой головой, возникают вот такие вот проблемы. Вот. Как меня раздражают вот эти вот вещи на моём шкафу. Это так некрасиво смотрится. Вообще не по интерьеру моей комнаты. Даже не знаю, куда деть, потому что у нас чулана, так скажем, нету, а балкон, он у нас не застеклённый. Так. Я вообще даже когда иду на какие-то праздники, не знаю, на свадьбы, стараюсь в большинстве случаев сама себе делать прическу и макияж. То есть я очень редко прибегаю к услугам специалистов. Просто меня несколько раз так накрасили. Может быть, это действительно было красиво, но мне вообще это не понравилось. Мне настолько сильно выделили скулы. И мне сказали, знаешь что, говорит, на фотографии будет красиво. Но сам тот факт, что в жизни смотрелось просто ужасно, мне это не давало покоя. То есть зачем мне, чтобы на фотографии было красиво, если в жизни мне не нравится. Я не знаю, что это за контурирование и очень-очень просто толстый слой тональной основы. Не знаю. Мне было просто некомфортно. Мне хотелось просто пойти и вымыть лицо. Может быть, я попала к не очень хорошим специалистам. Я не буду наговаривать. Просто я скажу вам так, что мне комфортнее самой себя накрасить и уложить. Мне будет все нравиться. Может, даже окружающие скажут, что стрелки неровные. Есть какие-то недочеты. Но главное, что мне нравилось. Есть девушки, которые, не знаю, в неделю три раза ходят на укладку и в салоне укладываются. Я не из этих девушек. Ну, может быть, и в целях экономии в какой-то степени я это делаю. Второй момент — это экономия моего времени. Так как время — это главный наш ресурс. Вот многие мне пишут, Айка, как ты все успеваешь? Ты и работаешь, и столько видео снимаешь, и мамин канал, и все такое. Так вот, ребята. Не одна я такая. Вот помните видео с роллами? Айсель, девочка, моя подписчица, снималась со мной. Так вот. Она снимается в сериале, ходит к репетиторам, еще ходит в школу. То есть человек тоже все успевает. Стоит только захотеть. Я вам скажу, чем больше вы заняты, тем больше вы успеваете. Поэтому не бойтесь загружать себя. Чем больше мы себе будем говорить, ой, я устала, я перенагружена, тем меньше мы будем успевать, и у нас будет такая жизненная позиция. Мне кажется, если бы у меня были бы дети, то я бы не успевала бы столько, сколько успеваю сейчас. Вот. Потому что дети, на самом деле, отнимают очень много времени, им нужна забота, время провождения и так далее. Так как я девушка свободная в этом плане, ну все, я сделала кудри. У меня всегда волосы настолько классно блестят, когда я делаю кудри. Осталось только зафиксировать все это дело лаком. И готова пойду снимать для вас новые видео. Я, в свою очередь, немножко подправила макияж, сняла видео, но оно мне вообще не понравилось. Поэтому я решила переснимать что-то интересненькое. Пойду сейчас в супермаркет и что-то прикуплю. Правда, на улице ужасный просто ветер, невозможно выходить на улицу. Но я как-то попробую и вас возьму с собой. Будем с вами выбирать, что же я буду снимать. Я думаю, что для сладкого мукпанка надо что-то прикупить. И еще я хочу купить курицу гриль. Макияж я, значит, делала вот этими вот средствами. Очень мне нравится тональная основа, которую я недавно показывала в своем инстаграме. От Риммель, как он называется, Match Perfect. Что-то такое, короче, от Риммель. И, значит, это самый светлый оттенок, но при этом он мне темный. Постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, что все тональные мне темные. Поэтому я купила себе засветляющие капли от Revolution Pro. И вот так вот получается просто идеальное средство. Далее я хочу похвастаться вот такой вот палеткой. Посмотрите, какая я молодец. Мне очень нравится, когда какие-то вот сухие текстуры заканчиваются. Особенно тени, потому что теней много и не успеваю всем этим пользоваться. Это средство просто закончилось. Ой, средство, говорю, вот этот оттенок закончился. В общем, я планирую, что эту палетку закончу полностью. Вот. Еще здесь у меня пудра. Я специально ее вот так вот раскрошила, потому что осталось всего по краям. Тоже закончу в ближайшее время. Мой хайлайтер. Обожаю My Makeup Revolution. Это просто лучшее, что я когда-либо видела. Обожаю. Короче, я вышла из дома. К моему счастью, лифт не работает. Поэтому я спускаюсь пешком. Что меня сейчас расстроило? Я пыталась скачать песню на свой новенький телефон. Оказывается, что на iTunes все это стоит денег. Я вообще в шоке, потому что в Samsung вообще нет такой темы. Еще я вам хочу отметить такой момент, что в Samsung в YouTube выходит очень мало рекламы по сравнению с iPhone. Приложения очень много платных приложений, те же самые приложения, которые на Samsung бесплатно, на iPhone они платные. Да, это, конечно, очень неудобно. И если честно, если бы я знала все эти моменты, я бы задумалась о том, что покупать iPhone или нет. Но опять же, может там есть какие-то выходы потайные, как можно бесплатно скачать эти песни. Но если нет, это полная бопа, извиняюсь за выражение, это ужас. Вот. За интернет платишь, за приложения платишь, и плюс смотришь рекламу. Вообще как-то нечестно по мне получается. Возможно, я просто не так хорошо разбираюсь в этом во всем. Может быть, я еще не до конца разобралась. Но первые впечатления у меня двоякие. Я не могу сказать, что я прям в восторге от того, что я взяла iPhone. И сплошные плюсы, нет, полно и минусов. Что-то хорошо здесь, что-то хорошо там. Вот. Я иду такая вся в маске. Да, купила чехол для телефона. Всего за пять монат. Нашла. Нашла где подешевле. И не пришлось заказывать Алиэкспресс. Вот. А сейчас мы направляемся в супермаркет. Самый большой в этой области. Области в этом районе. Вот. И там тоже я вам немножко поснимаю. Хочу к видео. К этому видео купить. Не дым. Как расскажу вам, сколько мне это обойдется. Ну все, я дошла до супермаркета. Как вы видите, погода не очень. Мягко говоря, не очень. Холодно. Ветер. Особенно ветер. Он вообще раздражает. Вот многие засмеялись, когда я сказала, что минус один и холодно в баку. Все говорят, а у нас минус сорок, ничего, живем как-то. На самом деле это не один и тот же холод. Здесь минус один чувствуется так, как у вас, наверное, минус десять. Из-за этого ветра, который прям тебе в душу заходит. Чехольчик купила. Короче, ребят, здесь тоже света нет. Я боюсь всего набрать, а потом дома лифт не будет работать. Мне придется, как ишак, все это таскать на своем горбе. Вот так вот печалька. Вот такой вот костюмчик стоит десять монат, домашний. Ничего так. На задний план мне нужны вот такие вот ночники. Не знаю, как они будут смотреться. Но выбор здесь небольшой, к сожалению. Не знаю, зачем этот органайзер, но я бы его под сережки взяла бы. Стакан классный. Он такой приятный на ощупь матовый. Прям трогаешь, хочется трогать. А еще такой же розовый. Смотрите, какая милая упаковка для макарон. Тоса вот для этого нужно брать. Еще есть такие. Я аж прям вспотела, ребята. Можно это наблюдать. Как только я поняла, свет дали лифт заработал. И так уже второй раз. Я не знаю, почему так нечестно. Почему лифт так со мной поступает, я не знаю. Давайте я вам покажу все, что я купила. Я буду показывать вам покупки здесь в гостиной. Потому что в соседней комнате там бабушка смотрит свой любимый сериал. Не хочется ее отвлекать. И вот половину того, что я купила, я положила в свой рюкзак от Миннесоток. Удобнее таскать, так как магазин Браво находится немножко далеко от моего дома. Значит, это йогурты. Я решила снимать для вас видео. Самый лучший йогурт от Чуда. Здесь все, что я нашла от Чуда. Всякие йогурты, разные, вкусные. У меня уже было видео с йогуртами. Но там девчонки писали, что как-то нечестно получается сравнивать разные вкусы йогуртов. Лучше возьми и одного бренда. Все. Вот, я думаю, что так будет максимально честно. И интересно. Еще, кстати, здесь есть коктейль. Сейчас вам покажу его тоже. Здесь Орео. Это все я покупала для видео. Вот такой вот чек у меня получился. Можно из него прям делать шарф. Но не беда. Так. Это для отдельного видео все будет. Моя масочка. Так неудобно, ребята, в маске ходить. Я как-то даже подзабила. Еще здесь вот такое вот чудо. Молочный коктейль глибника. Это отдельное видео будет. Так. Здесь у нас огурчики. Обожаю соленые огурчики. Любимые мои оливки. Ой, маслины. Всегда путаю маслины с оливками. Здесь жареная курица. Точнее, курица-гриль. И 7 days. Вот такой вот круассанчик. А, еще здесь вот брокколи. И все. Вот так вот проходит мой вечер. Я загружаю для вас видео. Получилось очень-очень поздно. Время аж, наверное, где-то 8. Ну, просто первое видео, которое я засняла, его я не выкладывала, потому что он мне вообще не понравилось так, как получилось. Поэтому пришлось вот так вот поздно выкладывать. У меня был выбор либо завтра, либо сегодня, но поздно. Я решила, пусть ничего будет поздно, но сегодня тоже пусть будет видео. Вот остался всего 1%. Я жду и открою доступ для вас. А я просто совсем забыла, что я снимаю для вас влог. Влог, влог, фашпе забыла. В общем, я сняла видео с йогуртами. Я почему-то думала, что оно не зайдет, никому не понравится. Но ошибалась. Все говорят, что классно. Алька снимает еще такое. Ну, раз вы хотите, почему нет? Сниму и с активи и так далее. Как раз будет хоть какое-то разнообразие, что-то интересное. А сейчас я готовлюсь к следующему видео. Буду снимать макпанк с курицей. И еще буду снимать еще один макпанк. Это будет у нас сладости, которые я купила. Они просто-просто пальчики оближешь. Сейчас распаковываем курицу. Я уже сварила брокколи. Сейчас вам покажу. Вы просто посмотрите, какая здесь курочка. Как она пахнет. Это просто цыпленок для меня. Это ерунда. Осталось украсить. Сейчас вам покажу. Здесь, значит, у нас брокколи, которые я сварила. Я буду украшать брокколями. И еще, по-моему, у меня помидорки в холодильнике должны быть. И буду снимать для вас макпанк. Что-то они не первые свежести. Я смотрю, нужно перебрать их, кстати. Но я обожаю брокколи. Это самое лучшее, что можно кушать. Вот что я делаю. Для меня. Так, и последнее, что я вам покажу на сегодня. Это чехол, который я купила. Я сказала, что я купила новый чехол. Но так его и не показала. Были разные цвета. По такой бюджетной стоимости. Почему бы не взять? Он такой хамелеон. Правда, на видео не очень заметно. Он отдает в такой синий цвет. На этом, в общем, все. Это был пробный влог. Я понимаю, что он получился не прям вау. Но я в дальнейшем буду стараться снимать для вас все лучше и лучше. Всем желаю удачного дня. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока.